Сегодня, 10 сентября, по всей России проходит единый день голосования. В Свердловской области выбирают региональную власть. Нижнесалдинцы, несмотря на дождливую и пасмурную погоду, проявляют достаточно большую активность. И, по словам председателей участковых избирательных комиссий, среди голосующих есть как пенсионеры, так и представители молодого поколения. В Нижней Салде выборы губернатора Свердловской области прошли в штатном режиме. Утро на избирательных участках по традиции началось с гимна Российской Федерации. Явка. Люди идут. На 10 часов проголосовало у нас порядка 6%. Организация хорошая. Отдел полиции следит за правонарушениями, которых сегодня еще не было и не будет. Сегодня у нас один наблюдатель на участке от коммунистов. Все идет своим чередом, все хорошо. Люди идут потихоньку. Погода не балует, но что делать? Люди идут и выражают свою гражданскую позицию. В первые часы голосования на свой избирательный участок вместе с супругом пришла глава городского округа Нижняя Салда Елена Матвеева. В общении с журналистом она поделилась, что на выборы ходит всегда. И уверена, ее голос может повлиять на будущее. Соответственно, я хожу каждый год обязательно. И вся моя семья голосует. И моя мама, она голосует дома. Потому что, если не мы, то кто? И мы должны определять свое будущее. И потом мы имеем право быть к нему сопричастными. Как к хорошему, так и к плохому. Очень хорошо отстраниться. Я говорю, да я не голосовал за них. Мне это неинтересно. Тогда, я считаю, ты не имеешь права и на те радости, и те победы, которые в твоем городском округе. Поэтому, ну и сегодня это в Свердловской области. Поэтому я хочу быть сопричастна. Я гражданин. Это право, данное мне Конституции. И я обязана его реализовать. Избирательный участок номер 2133, который располагался во Дворце культуры, был единственным, где можно было проголосовать по специальным маркам. По месту нахождения у нас получали заявления. И по спецмаркам сегодня у нас единственный участок в городе, который работает по заявлениям со спецмарками. Это заявления, которые были оформлены в период с 4 по 9. У нас пока один человек такой пришел. Весь день люди шли на избирательные участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию. На пяти участках силами муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» была организована торговля. По официальным данным, явка в Нижней Салде составила чуть более 32%. Голоса избирателей распределились следующим образом. И если в Нижней Салде проходили только выборы регионального уровня, то в Верхней Салде горожане выбирали еще и депутатов городской думы. Из 60 кандидатов салдинцам предстояло выбрать лишь 20 человек. За депутатские кресла боролись представители ВСМПО «Ависма», педагоги, журналисты и пенсионеры. Исход дня голосования для некоторых, мягко сказать, оказался неожиданным. Новый состав думы Верхнесалдинского городского округа 7-го созыва выглядит следующим образом. Что касается выборов губернатора, то чуть более 66% голосующих в Верхней Салде отдали предпочтение Евгению Куйвашеву. Уже на следующий день, 11 сентября, когда окончательные результаты были известны и обнародованы, глава городского округа Нижняя Салда Елена Матвеева провела собрание с руководителями городских учреждений, на котором еще раз поблагодарила людей за активность, проявленную во время голосования. Нижняя Салда дала лучший результат в горно-заводском округе, один из лучших результатов Средловской области. Я бы хотела сказать, почему для меня это очень важно. Ну, во-первых, это то, что мы будем работать с этой командой, которая с нами уже сработалась, и это мы видим. А самое главное, я считаю, что этот результат показывает отношение жителей к нашей с вами работе. Потому что если жители, не поддерживая то, что делается в городском округе, они идут и дают протестное голосование. Если же наши жители видят, что мы работаем, знают, что мы работаем в команде с областной властью, они своими голосами просто показали нам, что они с нами все вместе, вот этой единой командой, я считаю, мы показали хороший результат. Благодарность главы была встречена бурными аплодисментами. Люди шли и говорили, мы сегодня голосуем за город, мы голосуем за вашу утку. Было так приятно при такой низкой явке, если, допустим, у тех же соседей были организованы местные выборы, какие-то лотереи и так далее, при той явке, да, она у них выше, но результат ниже, понимаете? То есть все делается в сравнении. И поэтому, когда мне вчера люди говорили о том, что мы идем голосовать за город, мы все с вами понимаем, что мы делаем этой общей командой. И я бы, наверное, поблагодарила Елена Владимировна вас, потому что люди верят. Люди верят в город, люди верят в те изменения, что происходят в городе. Поэтому, ну, наверное, спасибо огромное, потому что мне было вчера сидеть очень приятно. Единый день голосования в Свердловской области прошел организованно в соответствии с законом и соблюдением мер безопасности. Члены избиркома своевременно реагировали на все сигналы о предполагаемых нарушениях. Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников. Серьезных нарушений, которые бы повлияли на итоги выборов, по его словам, не зафиксировано.